Добрый день, дорогие коллеги! Рада вас приветствовать на нашей психологической секции на нашем круглом столе, посвященном психологической поддержке семьям, детям и персоналу в системе палиативной помощи. Мы благодарим организаторов этого образовательного палиативного форума и за приглашение нас участвовать, и за замечательную возможность наших коллег из Центрального федерального округа участвовать на нашем заседании и иметь возможность узнать, как не только теоретические какие-то основы и наши размышления, но и познакомиться с реальной жизнью округа психологическими вопросами, которые коллеги решают каждый день, работая в палиативных службах. Позвольте представить участников круглого стола. Начну с себя. Крепинина Наталья, медицинский психолог Центра имени Дмитрия Рогачева, сотрудник программы «Качество жизни» благотворительного фонда «Подари жизнь». Наша программа работает в тех местах, помогая палиативным пациентам с онкологическими заболеваниями, детям и подросткам, в тех местах, где палиативная служба только начинает свое развитие, преимущественно наша служба дистанционная. Александр Рафаилович Кудревицкий, второй наш спикер, сегодня на круглом столе и представит доклад, посвященный вопросам поддержки эмоциональных сложности персонала, работающих в палиативе. Александр Менцинский, психолог, психотерапевт. И рада представить наших коллег-психологов из Центрального федерального округа. Ивашкину Елену Олеговну, психолога детского хосписа «Изумрудный город», Белгород. Сидорову Ольгу Петровну, психолога палиативной службы, насколько я понимаю, в разных даже ипостасях города Воронеж. Ольгу Георгиевну Пронькину, медицинского психолога палиативного отделения Карачевского специализированного дома ребенка и медицинского психолога Анну Игоревну Куприянову из Ярославля. Она немножечко попозже к нам присоединится. Ну что, дорогие коллеги, приветствую вас. Благодарим еще раз организаторов за такую возможность живого общения. И мы начнем с доклада, который будет посвящен вопросам взаимодействия в коллективе, который работает в палиативной службе. Этот вопрос, я думаю, что для многих актуален, потому что мы все каждый день сталкиваемся с друг другом, работаем бок о бок. И у нас всегда возникает много вопросов и взаимодействия, и улучшения качества нашей с вами работы. Но позвольте осветить некоторые основные и модели работы в команде палиативной службы, хотя они бывают очень разные, да, и мы знаем, что они бывают, бывают члены команды не всегда представлены и работают именно вместе, да, в одном месте, очень часто только пересекаясь и переподхватывая свои функции, и позвольте осветить некоторые основные, на наш взгляд, вопросы, которые требуют внимания для улучшения качества взаимодействия нашего с вами в работе, и, конечно же, улучшения за счет этого качества помощи нашим подопечным. Палиативная служба относится к тем службам, где работа в команде, ну, наверное, является не только критерием, скажем так, качества помощи пациенту, ввиду огромного количества его нужд, но и моделью устойчивости самих специалистов. Мы с вами каждый знаем, насколько сложна эта работа, насколько много разных задач, как важно уметь подставлять друг другу спину и руку, и оказывать поддержку. И, конечно же, да, вот эта африканская пословица, которую мы здесь перевели, про караван, да, в каком-то смысле отражает метафорические сложности работы, необходимость на нашем долгом пути опираться друг на друга и всячески помогать. Команды в палиативе необходимы и потому, что у наших подопечных, пациентов и их семей образуется огромное количество разных потребностей и вопросов, и в своем определении палиативная помощь предполагает комплексную, многофункциональную службу и помощь. И, конечно же, здесь невозможно работать, не разделяя эти функции, не поддерживая друг друга и не помогая. И, к сожалению, если так складывается, что в команде не представлен тот или иной специалист или нет достаточной поддержки и опоры каждому внутри команды, то любая рассогласованность работы уменьшает качество заботы о пациенте и его семье и может считаться, к сожалению, неполноценной. Кто в настоящее время входит в состав палиативных служб? Уже стало традиционным, что несколько участников лечения практически во всех службах мы с вами легко найдем. Конечно же, это врачи, причем врачи, и палиативные помощи. Иногда в эту команду включаются онкологи, радиологи, которые занимаются палиативными этапами лечения и внедряя очень разные современные технологии, реаниматологи, терапевты, неврологи, диетологи, физиотерапевты, хирурги, психиатры и психофармакологи. Наверное, для нашей с вами реальности чаще мы встречаемся с врачами и палиативной помощи, с терапевтами, с педиатрами и редко с какими-то другими. Практически везде есть медицинская сестра, которая помогает по уходу за ребенком или участвует в обучении родителей, в заботе о ребенке. И специалисты социальной службы или психосоциальной службы, обычно представлены социальным работником, который помогает решать нужды социального характера семьям, и психолог, который помогает стать более устойчивым семье и ребенку и ответить на психологические вопросы и нужды в этот непростой период. Для реальности, которая находится скорее за пределами нашей с вами страны, все чаще в последнее время говорят о необходимости расширять этот круг специалистов. Конечно же, это лучше и больше и более комплексно отвечает на определение палиативной помощи и нужды наших подопечных. И туда все чаще официально и именно как команду, не как дополнительную опцию, которую пациенты сами ищут, где найти, где найти такого рода поддержку. Входят духовные лица, различные религиозные представители, специалисты игровой терапии или чайдлайв-специалисты, реабилитологи и абилитологи, которые помогают ребенку и семье максимально использовать и не потерять до последнего те возможности физические и психофизические, которые есть у ребенка, сохранить его активность и самостоятельность. Очень много вопросов возникают из юридической компетенции, очень часто привлекают юристов для того, чтобы освещать и правильно, и грамотно, спокойно для семьи решать вопросы, в том числе смерти ребенка на дому. И мы, конечно же, знаем, что большинство родителей в уходе за полиативным ребенком нуждаются в помощи часто нянь, сиделок или каких-то возможностей передышки, которые иногда организуют хосписы, иногда организуют волонтерские организаторы. Ну и, конечно же, все чаще мы видим, что внимание в команде специалистов отдается педагогическому составу, который продолжает развивать и обучать ребенка, именно ввиду того, что это одна из основных нужд и ресурсов семьи выстоять и выжить психологически и морально в этот период. Интересно, что команда часто не представлена физически всеми составляющими, всеми лицами, которые находятся именно в одном месте. Очень часто это взаимодействие разных учреждений, и очень часто это подключение разных специалистов, например, педагогов или волонтеров или психологов в разных форматах, например, онлайн. Благодаря этому, конечно же, особенности, которые мы с вами, уроки, которые мы с вами извлекли из периода пандемии, нам очень сильно здесь помогли. Кто главный в этой команде, как распределяются роли внутри? Ну, надо сказать, что бывают очень разные и модели, и в реалиях по-разному совершенно распределяются лидерские какие-то качества. И мы знаем, что в любой команде есть лидеры формальные и неформальные, кроме этого есть некоторые энтузиасты, которые привносят очень много идей, что очень характерно для работы паллиативных команд. Несмотря на то, что есть руководство, есть кто-то берет на себя роль управления, но и многие специалисты, которые проходят обучение, пытаются и внедряют в команду новые решения, новый опыт, который очень сильно эту команду поддерживает и продвигает. Если говорить про три основные формата, в которых чаще всего организована работа команды паллиативных служб, это может быть мультидисциплинарная команда, это может быть междисциплинарная команда, и это может быть трансдисциплинарная команда. Давайте попробуем поговорить про разные эти форматы и их особенности. Мультидисциплинарная команда, наверное, это самая привычная для любого медицинского коллектива, для большого стационара. И очень часто паллиативные службы работают именно в таком формате, где разные специалисты привлекаются к пациенту, его семье. У каждого своя отдельная локальная задача в английском языке. В Америке очень принято название «Свой кусок пирога». И каждый действует строго в рамках прописанных, четко очерченных своих функций. Возможно, не так много, как хотелось бы, имея поддержки в обсуждении профессиональных вопросов с коллегами по ведению того или другого пациента. И очень часто в таких командах лидером является врач, но скорее для того, чтобы подключить всех специалистов других профилей к этому пациенту. Но, тем не менее, лидерство чаще носит достаточно формальный характер, потому что каждый пациент может самостоятельно получить информацию о пациентах, которые находятся в ведении хосписа или ведении команды, и, собственно говоря, оказать свою помощь, свои услуги и свою поддержку. Немножко по-другому устроены взаимодействия в междисциплинарной или интердисциплинарной команде. Здесь скорее представление команды, понимаете, как команда, как рука. Обычно она представлена всеми теми же специалистами, однако здесь гораздо больше взаимодействия специалистов между собой по решению тех или иных вопросов. Например, один и тот же вопрос, одну и ту же проблему, которая возникает у пациента, например, боль или страх, или сложность информирования, может решать одновременно несколько специалистов, и психолог, и врач, и фармаколог, и социальный работник, потому что в каждом аспекте в этой большой проблеме очень много аспектов, за которые ответственны разные специалисты. И особенностью работы такой модели, конечно же, будет хорошая и слаженная коммуникация, очень четкая согласованность, наличие противоречий и сложностей в команде скорее будет противопоказанием пользоваться и организовывать работу в поляне-темной службе по такой модели. Но если вы уверены, если есть возможность уделять внимание согласованности, распределению таких непростых аспектов работы между специалистами и выстраивать эту согласованную работу, то, конечно же, она обладает рядом преимуществ, хотя и является более сложной для управления. Она требует координатора и требует специальных мероприятий по регулярному улучшению согласованности и коммуникации в команде. Ну и кросс-дисциплинарная команда, скорее, это те команды, которые работают посменно, которые работают какими-то волнами и вынуждены или имеют, наоборот, возможность, расценивая это как положительный факт, передавать пациентов друг другу, например, в команде, может быть, несколько докторов или несколько психологов. Или это те специалисты, функции которых часто пересекаются. Один специалист может, например, выполнять и функции социального работника, и психолога, или, например, психолога, и психолога-педагога. Или, например, обладать какими-то врачебными знаниями, которыми он использует, или несколькими специализациями. И мы видим, что такой формат команды, когда человек-лидер этой команды, наиболее погруженный в этот момент в проблемы, которые происходят в данный текущий момент в работе с семьей или в состоянии пациента, лучше всего работают, справляясь именно с кризисными моментами. И здесь очень часто специалисты этой команды осознанно используют большое количество различных психологических методов, которые помогают этой команде работать эффективно, и улучшать качество принимаемых совместно решений и координацию. Это и мозговые штурмы, и совместное решение проблемы, принятие решений. И здесь мы видим, что лидерство очень гибкое. Оно возникает скорее в тот... и берется, исполняется теми лицами, которые в этот момент являются, находятся на смене или в связи с пациентами. И эта модель тоже обладает в определенных условиях разными преимуществами. Какой же должна быть в идеале палиативная команда? Это очень сложный момент и сложный вопрос, и на него нет однозначного ответа. Специалисты скорее говорят, что палиативная команда может быть разная. Это может зависеть от реалии, от условий, от возможностей. Это зависит и от того, как давно работает палиативная команда, как давно знают друг друга и какой опыт имеют работы совместные с собой специалисты. Например, практически любая команда, даже если она задумывается как междисциплинарная, в начале пути все равно является мультидисциплинарной, когда специалисту очень важно понять и четко очертить свои функции и границы, чтобы они скорее не пересекались с функциями других специалистов, наладить четко и качественно работу внутри своей специализации. И вот уже потом в этапах развития команды можно двигаться к модели команды как рука за счет специальных совещаний, за счет огромного количества взаимного обучения и прохождения более углубленных знаний, приобретения их. Уже можно распределять эти функции, понимать и дополнять друг друга. И, конечно же, в плане движения, и, скажем так, стремления и идеала большинство специалистов считают, что именно междисциплинарная команда, которая имеет и предоставляет возможность работы разным специалистам по одному и тому же вопросу, применяя свои знания, обладает большими перспективами, и это то, к чему мы с вами должны стремиться. Но, тем не менее, мы знаем, что именно в моменты кризиса или в моменты, скажем так, какого-то дефицита кадров команда может действовать совершенно по другим принципам, и в том числе, как и кросс-дисциплинарная, где функции лидерства могут передаваться ответственности разным специалистам. Но какой бы ни была команда, мы можем всегда с вами сказать, что кроме нашей отдельной работы, работая, нужно обязательно иметь в виду, что мы с вами как команда сталкиваемся с большим количеством вопросов. Мы знаем, что паллиативную команду любого формата нужно обязательно координировать, и некординированные действия, к сожалению, иногда приходится расплачиваться качеством жизни или какими-то проблемами пациентам и семьям. Мы знаем, что в целом в командах паллиативных не всегда достаточная согласованность, распределение задач и хорошая коммуникация. Именно потому, что очень часто мы не присутствуем в одном месте или общаемся с пациентом, например, на выезде, и не всегда есть возможность в рабочее время обсудить какие-то рабочие моменты и передать нужную информацию. И кроме того, разные участники внутри команды чаще всего испытывают свои специфические сложности. К сожалению, про врачей мы можем сказать, что это члены команды с самой максимальной нагрузкой, которая бывает очень сложной, которая, к сожалению, невозможно разделить порой сотрудникам и внутри коллектива другими специалистами. Медицинские сестры паллиативных служб чаще всего жалуются, и их выгорание связано с низкой социальной значимостью, удовлетворенностью своей работой и наихудшей интеграцией в команду. Очень часто сестры жалуются, что они как будто за бортом, очень часто их не приглашают на какие-то обсуждения, на какие-то совещания. И в принципе в традиции культуры медицинских сестер не всегда этот, скажем так, опыт имеется. Психологи и их работа относятся к наиболее стигматизированному. Мы знаем, что предлагать помощь психолога всегда сложно. И очень часто мы знаем, что специалисты сталкиваются как с загруженностью, с многофункциональностью в своей задаче, так и неудовлетворенностью, в виде невозможности использовать свои ресурсы, свое желание работать. Если паллиативная команда привлекает волонтеров, то мы знаем, что не всегда их действия согласованы, скоординированы внутри этой команды. Имеет смысл уделять этому внимание, если такая возможность привлекать волонтеров есть. И мы знаем, что любая команда подвергается огромному числу не только внутренних каких-то проблем, нашествий, но и внешних. Мы знаем, что паллиативные команды очень реагируют на внешние турбулентности и очень часто имеют сложности, которые связаны с поведением пациента и его семьи. Мы, например, можем сказать, что пациент маленький или взрослый, который находится под опекой паллиативной команды, не всегда может выстраивать коммуникацию с разными членами паллиативной службы. Бывает, он выбирает, например, доктора, или, бывает, психолога или социального работника и имеет тенденцию обсуждать все вопросы, которые его волнуют именно с ним. Это понятно ввиду экономии ресурсов, ввиду очень тяжелой, непростой, кризисной ситуации. Часто связано с историческим формированием отношений. С кем-то, с врачом, возможно, он прошел более долгий путь. И передавать и включать других специалистов, делегировать другие функции достаточно сложно. Мы знаем, что в таких историях очень часто доктор включен и продолжает работать с психологом, психотерапевтом, иногда и психиатром. Мы знаем, что другую сложность и другое испытание для команды связано с тем, что каждый участник команды, специалист может знать о семье или о пациенте кусочек какой-то важной информации либо относительно взаимодействия и лечения того или иного аспекта решения той или иной проблемы с семьей ребенка, либо видя семью и пациента в очень разных состояниях. И в этом смысле, если у нас нет возможности согласовывать и строить, выстраивать общую картинку того, что происходит, мы можем терять очень важное знание про пациента, его потребности, особенности его поведения и способы, как его лучше поддержать. Мы в наших командах одновременно должны очень хорошо понимать границы наших компетенций и стараться обучать друг друга самым базовым вещам для того, чтобы мы могли их тоже применить и выглядели и в лице пациентов и семей как единая структура, с которой всегда будет легче взаимодействовать, а не разные противоречивые элементы. И для того, чтобы одновременно в нужный момент отреагировать на какие-то другие потребности пациента и передать знак своим коллегам, сигнал, что им нужно подключиться. Так часто мы в своей работе, например, в таком мониторинговом формате ведя пациента, получаем именно от докторов какие-то сигналы, что у пациента сейчас происходит ухудшение состояния. Например, появились новые вопросы по поводу того, как ему с этим адаптироваться, как жить. И психолог здесь, на этом этапе, может активнее подключиться. Или наоборот, психолог, ведя пациента, может сказать, что, например, по его наблюдениям или по определенным тестам, по данным, по жалобам пациента из семьи, у ребенка, подростка усиливается боль. И, конечно же, это сигнал передать специалистам такой вопрос. Но именно действие как команда, представление согласованное позволяет здесь и не нарушая конфиденциальности и компетенции своих действовать и подключать специалистов. Иногда информация, которая передается от одного специалиста к другому, для семьи и для пациента может выглядеть как некоторое нарушение правил коммуникации. Я вам об этом не жаловался, может сказать, пациент. И в этом смысле, если вы изначально представлены как команда и обговариваете с пациентом с семьей особенности взаимодействия, где есть ваши компетенции, и в каких моментах вы можете пригласить дополнительно для решения этой проблемы другого специалиста, то тогда пациент примет эту помощь и не будет сопротивления. И, конечно же, качество комплексно оказываемой помощи будет лучше. И, конечно, мы знаем, что разные специалисты на разных этапах ведения пациентов и его семьи в разной мере включены. Мы знаем, что в конце жизни медицинская нагрузка и очень интенсивная, и очень велика. И иногда семьи, скажем так, экономят свои ресурсы для решения всех других вопросов социальных, юридических и психологических. Мы знаем, что когда этот период спокойный, свободный, медицинские проблемы не беспокоят, это очень хорошее, очень продуктивное время работы социальных специалистов, психолога, педагогов, абилитологов. И мы знаем, что, конечно же, в период горевания, несмотря на то, что родители детей и подростков очень тяготят продолжить коммуникацию с медицинским персоналом, то именно психолог и социальная программа по гореванию могут лучше поддержать семью, нежели продолжение коммуникации с медсестрами, с медицинским персоналом, с врачами, просто по инерции, как, скажем так, как близкие люди, которые знали этого ребенка или подростка. В нашей программе мы часто используем дистресс термометр, но я бы сказала, всегда его используем. Это инструмент, который не только быстро помогает оценить у ребенка и родителям, да, есть здесь формат для анкета для родителей и аналогичная анкета для ребенка, не только коротко и быстро понять, насколько он страдает, насколько у него есть какие-то проблемы, но и определить их круг. Медицинского ли они характера, социального и психологического, есть ли у него какие-то вопросы к кому-то из каждых специалистов конкретно, и это хорошая возможность распределить функции в команде, да, периодически мониторирование состояния пациентов и их семей с помощью такого инструмента позволяет все время координировать эту работу, кому из специалистов сейчас лучше подключиться, да, не выпали, не забыли ли мы про какие-то потребности. Этот инструмент есть и для взрослой популяции, начиналось именно все с исследования взрослым, но и в плане использования его в подростках. Есть еще одно преимущество. Мы с вами знаем, как много протекции и препятствий при прояснении состояния ребенка и его потребностей, в случае, если мы общаемся с подростком, как много этих запретов со стороны родителей. И когда мы даем один и тот же практически бланк, да, про сложности родителям и самому подростков, у него таким образом формируется свой канал коммуникации, да, свой канал пожаловаться на свои проблемы, и таким образом мы легализуем это. И мы по нашему опыту можем с уверенностью сказать, что когда мы получаем обратную связь от подростка, и несмотря на игнорирование родителями каких-то вопросов или важных аспектов, но подросток заявляет о том, что у него есть вопросы, он хочет обсудить что-то с доктором, он хочет обсудить что-то с психологом, даже несмотря на то, что родитель может возражать, это повод для переговоров с родителями и получения его легального, осознанного и принимаемого согласия, допуска к ребенку и оказания ему помощи, а соответственно повышения качества заботы о ребенке и родителе. Ну и для команды очень важно помнить о том, что не только кризисы и проблемы есть внутри, но есть очень хорошие моменты, которые нас сплочают, которые нам помогают двигаться, и моменты, которые помогают выстраивать эту командную работу. Для нас очень перспективным, и для меня в частности, является так называемое обсуждение плана заботы, когда поступающий пациент в программу или пациент, с которым мы только знакомимся, мы имеем возможность с разными участниками лечения обсудить этого пациента, распределить, что каждый из нас может сделать в какой-то момент для него, и дальше двигаться по этому плану заботы. Мы можем периодически встречаться по этому пациенту или обсуждать это, например, в специальном чате, в специальном документе, если возникают какие-то кризисы и острые проблемы, но в принципе с самого начала распределения ролей и вот обмен информацией, что мы думаем каждый про этого пациента и организацию помощь, очень помогает нам и заботиться о пациенте, и улучшает взаимодействие профессиональное по поводу этого пациента. Среди рекомендаций по переживанию, по адаптации в процессе работы, внутри команды, очень часто можно встретить организацию различных не только вот таких процедур навстречу, в начале работы, но и завершение работы с случаем, с каждым конкретным ребенком и семьей. Например, это могут быть какие-то ритуалы прощания, какие-то небольшие, небольшое внимание к воспоминаниям про этого ребенка, рабочим, и, скажем так, таким образом завершение работы, может быть, подведение итогов, может быть, обсуждение удачных и неудачных моментов, для того, чтобы двигаться дальше, имея ощущение завершенности и имея возможность извлечь опыт максимальный из этого пройденного этапа. Ну и, конечно же, рекомендуемыми мероприятиями для всех палеотивных служб считаются рабочие или стратегические совещания, когда люди выносят разные проблемы или предложения, с которыми они сталкиваются для обсуждения внутри, когда обсуждаются случаи, удачные или неудачные, какие-то проблемные, когда есть работа и координация в подгруппах, например, есть регулярные встречи социально-психологической части группы или медицинской группы, где они решают и согласуют какие-то внутренние работы, кроме объединения всей команды в целом. Ну и, конечно же, всем участникам команды должно быть должно и одинаково уделено время в плане обучения. И здорово, если это обучение разным вещам, например, психологам основам палеотивной медицинской помощи, а медицинской части команды основам психологических навыков, заботы о пациенте. И очень здорово, если все участники лечения, вовлеченные в палеотивное лечение пациентов и семей, время от времени имеют какие-то мероприятия, цель которых поддержать команду и то, что мы называем team building. Я благодарю вас за внимание. Мы очень надеемся, что любые испытания, которые внутренние или внешние, турбулентности, которые происходят с нашими командами, будут удачно пройдены и только сделают наши команды сильнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова